Сегодня в Брестской крепости в выставочном зале у Холмских ворот начала свою работу экспозиции Ивана Медведева «Брест и Брестская крепость. 50-е годы XX века». Художник и архитектор, мастер и философ вкладывал в свои полотна огромный смысл, который и сегодня понятен как старшему поколению, так и молодежи. Несмотря на то, что родился Иван Медведев за тысячи километров от Беларуси, тема белорусской земли и белорусского народа заняла в жизни художника особое место. Здесь он создал одни из лучших работ, которые и сегодня удивляют своей простотой и изяществом, шармом и большой энергией художника и архитектора. Важно со многих сторон нам, нашему поколению, молодым людям, и не только всем, наверное, важно посмотреть, увидеть эти работы, чтобы еще раз возвратиться, может быть, в те 50-е, в те 41-е или 40-е годы с целью почувствовать, наверное, душу художника. Ведь любой художник вкладывает свою, любую работу, каждую работу частично к своей душе, своего сердца. Работа Ивана Медведева не только как художника, но и как архитектора есть во многих странах мира. Для белорусов этот мастер известен не понаслышке, так как именно Иван Васильевич в январе 1959 года стал главным архитектором города Минска. Его творческая жизнь в столице началась с оформления театра оперы и балета, позднее и цирка. Сегодня на суд Брестской публики дочь художника и архитектора Ирина Кузнецова представила акварели середины прошлого века с видами Бреста и крепости. Эти работы долгое время были недоступны для обозрения и хранились в домашних архивах. Теперь право лично ознакомиться с коллекцией есть у брещан и у гостей города над Бугом. Дело в том, что я сама художник и понимаю ценность, что такое история и что такое вообще работа. Я понимаю ценность этих работ. И это мой долг, потому что если я не сделаю что-то для отца, то мои дети не сделают что-то для меня. А очень много работ художников, когда они уходят, просто никому не нужны. Поэтому я ему 100 лет в этом году. Я привела их все в порядок и делаю выставки по местам. Это высочайший уровень специалий, свое дело. Он в свое время закончил очень престижное, пожалуй, самое престижное учебное заведение в Советском Союзе. Это Ленератская академия художеств, архитектурное отделение. Уже сам по себе этот факт говорит о том, что художник получил высочайшее для этого времени образование. И в самом деле он пронес его достоинство в это образование. Он сделал очень много для развития как архитектуры, так и в искусстве. Экспозиция «Брест и Брестская крепость 50-е годы XX века» – продолжение череды юбилейных мероприятий в честь столетия Ивана Медведева, начало которым было положено выставкой в Минске. Знаменательно, что открытие экспозиции совпало не только со столетием со дня рождения известного талантливого мастера. Для Музея обороны эта дата не менее торжественна. 57 лет назад он открыл свои двери для всех желающих. Именно благодаря этому событию у брещанных гостей города над Бугом сегодня есть возможность познакомиться с творчеством Ивана Медведева, погрузиться в необычный мир прошлого и прикоснуться к истории славного Бреста. Продолжение следует...